11.05 в Кирове. Начинается программа «Разворот на бизнес». Студия Олег Прохоренко и Светлана Занько. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Да, спасибо нашему партнеру, что поддерживает этот замечательный проект. Нам он с Олегом очень нравится. Который год уже его везем. Всегда приходят чудесные люди в эфир. И сегодня у нас в гостях, или тему сначала озвучим, тему назвали «Все лучшее детям. Как чувствует себя детская индустрия Кирова». И в гостях у нас Ольга Юрьевна Доротюк, генеральный директор фабрики «Весна», Алексей Викторович Шапин, исполнительный директор компании «Лель». Добрый день. И Алексей Шуплицов, директор Центра поддержки экспорта Кировской области. Добрый день. Да, сейчас мы просто поправляем телефон у Ольги Юрьевны. Да. Так, поздоровайтесь с нами еще раз. Добрый день. Нет, не слышно. Ну, ничего, сейчас поправят наши звукорежиссеры этот микрофон. Если позволите, я начну с небольшой цитаты. Я просто просматривал, когда материал кофе нашел в сентябре 2017 года компании «Раша Тудей», председатель совета директоров «Росигрушки» Александр Истенко сказал следующее, что перед отечественными предприятиями стоит несколько труднопреодолимых преград, которые мешают увеличить производство детских товаров и заместить импортные товары на внутреннем рынке. В частности, практически нет российской сложной электротехнической игрушки. До сих пор на площадках формирования госзаказов в основном присутствуют посредники, которые продвигают иностранную игрушку. Я думаю, что речь идет не только об игрушке, наверняка такая же отчасти ситуация и с детской обувью, которая производит компания «Лель» и является одним из ведущих игроков на этом рынке. Хотел бы с этого тезиса начать, насколько действительно сложно бывает работать и конкурировать с импортными производителями именно в части выхода на рынки, в части выхода на крупных оптовиков и так далее. Давайте, Алексей, вы скажете, начнете? Ну да, наверное, тогда можно начать, конкретизирую вопрос на данный момент, есть ли меры государственной поддержки по выпуску детских товаров, в частности… Да, российского производства. Мне о таких мерах поддержки, глобальных, на федеральном уровне неизвестно. У нас есть одна, так скажем, мера поддержки, это НДС 10% на детские товары. Но это входит в группу социально значимых товаров, там одежда, игрушки, продукты питания. Вот с этим нововведением увеличения НДС с 18 до 20 пока не слышно, чтобы менялась тоже ставка до 12, например? Изменение этой ставки до 18% обсуждения происходило, если мне память не изменяет, на протяжении последних четырех лет. Но мы вот всячески отбивались от этого вопроса. При изменении ставки с 18 до 20% этот вопрос снова был поднят. Я знаю, что коллеги, очень многие, кто занят на этом рынке, достаточно сильно, так скажем, напряглись и начали думать о, может быть, пока не свертывании, но о изменении плана выпуска детских товаров. Пока этот вопрос оставили на том уровне, который есть, 10%. Но ведь никто не дал гарантии, что этот уровень будет в течение 5 лет, 10 лет. То есть может пройти один год, правила игры поменяются, и как мы будем выходить из этой ситуации, непонятно. То есть мы посчитали, у нас экономические все наши потери, которые будут, говорят о том, что стоит задуматься о возможности и необходимости увеличения по детской обуви здесь и сейчас. Гораздо проще будет переходить на поставки импортной продукции или размещать заказы за границей, а сюда просто привозить. Ну, как это делается во всем мире по отношению к Китаю, да? Размещают производство в Китае и, пожалуйста, вперед. Вот тебе дешевая и вполне себе качественная продукция. По обуви 80% всей обуви в мире это в Китае. Ну, это разный Китай. Есть Китай заводской, фабричный, и к нему вопросов никаких нет. Как раз мы сейчас занимаемся вопросами, обсуждениями, отстаиваем точку зрения, чтобы все-таки рынок, ну, сейчас говорим про обувь, вычистить. Потому что то, что происходит, в частности, на рынке города Кирова, области, всей страны, похоже на какую-то там вакханалию. То есть, вот было заседание у нас в правительстве Кировской области, приносили мы, я лично приносил пары обуви, которые мы купили в магазине. Полное отсутствие сертификатов, полное отсутствие какой-либо документации, и все это продается. Причем об этом все знают, но на это никак власть не реагирует. И детскую обувь в том числе? Нет. Я говорю только про детскую обувь. То есть, вы приходили в правительство, вы предъявляли этот фальсификат, и реакции пока никакой нет на это? Ну, вот завтра мы в очередной раз собираемся, нас зовут, будем обсуждать дальнейшие шаги. А при ком будет встреча? При каком министерстве? Министерство промышленности пока. Министерство промышленности. Ольга Юрьевна, что касается таких поделок, я думаю, что в игрушке не меньше не сертифицированных товаров на рынке сегодня присутствует. И к вам, как члену Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, вопрос, есть ли какие-то возможности для лоббирования интересов и какие-то рычаги влияния на законодателей и по тому же НДС? Да, действительно, сейчас, как вы знаете, с 2013 года существует принята стратегия развития индустрии детских товаров на период до 2020 года. Согласно этой стратегии, должно увеличиться количество товаров, производимых на территории России, до 36%. Сегодня эта цифра порядка 10-15%. Согласно этой программе, российские производители поддерживаются при софинансировании ставки при получении кредитов, идет компенсация затрат на НИОКР и ряд других. Комышно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки. Да, и ряд других мер. На сегодняшний день ряд предприятий этой поддержкой воспользовались. И если говорить о качестве товаров, которые поставляются на территорию Российской Федерации, то формально они все имеют сертификаты. Насколько они глубоко проверяются, на сегодняшний день я это не могу сказать и дать какие-то гарантии, что там действительно все очень качественно. Тогда как мы, работая здесь, на российском рынке, на территории Российской Федерации, качеству уделяем основное внимание. И, соответственно, надзор со стороны органов Роспотребнадзора и других, которые качество контролируют, он тоже постоянный. И с момента появления какой-то новой игрушки до момента ее реализации присутствует? Естественно. Это стандартная процедура, когда мы, если выпускаем новый вид товара, мы его обязательно сертифицируем. Сертифицируем сертификация производится как технологического процесса, идет инспекция технологического процесса, и сертификация уже готового продукта. Ну вот когда мы говорим о том, что мы стараемся, то есть есть недобросовестная конкуренция, когда мы говорим о фальсификате. Есть еще конкуренция на полке магазина. Очень часто продуктовые производители говорят о том, что очень сложно попасть в сети. Во-первых, сложно попасть на полку, а во-вторых, мы не раз с тобой поднимали тему фальсификатов по маслу, по сыру и так далее, когда производитель не указывает, что делает из растительного сырья. В данном случае, в данном отношении, насколько позиционируется игрушка или обувь с точки зрения, во-первых, насколько сложно или просто попасть на полку, во-вторых, насколько позиционируется именно как имеющие, обладающие сертификатами, производящиеся именно в России, имеющие несколько иной уровень качества. Так, погоди, давай разложим на эти две части, которые ты говоришь, и про полку как раз поговорим, потому что действительно, опять же, китайская игрушка или китайская обувь – это засилье того, что есть у нас на полках. Ну, китайская – это условно, потому что тоже Китай переводит там, вернее, ряд производств уже там уходит в Таиланд, Вьетнам и так далее. Юго-восточная Азия, это будет юго-восточный, да, вот этот вот куст, понятно, что большинство, большое количество продуктов на полках именно они. И дальше смотрим на наших производителей, как вы попадаете, например, в детский мир. Вот всё-таки давай привяжемся к детскому миру, как к символу вообще там полки с детскими товарами. Сделаем небольшой перерывчик. Да, как вы попадаете, например, в детский мир, сложен ли этот путь, какую полку вам выделяет и сколько она может стоить? После короткого перерыва мы попросим наших гостей ответить на этот вопрос. Всё лучшее детям. Как чувствует себя детская индустрия Кирова? Говорим мы сегодня на эту тему с нашими гостями Алексеем Шапиным, исполнительным директором компании «Лель», Ольгой Доротюк, генеральным директором фабрики «Весна». Здесь у нас в студии также Алексей Шуплецов, директор Центра поддержки экспорта Кировской области. До Алексея доберёмся, потому что мы как раз нашли очень интересную историю, которая пройдёт в августе, нам про неё Алексей расскажет. Мы хотим понять, как это используют выставки наши производители. А пока вот до перерыва мы нашим гостям задали вопрос, легко ли попасть детским товаром, произведённым в России, в Кировской области конкретно, на полке крупных магазинов. И привели пример магазина детской сети «Детский мир», как такого символа детских магазинов из нашего детства, собственно говоря, пришедшего. И мы знаем, что в Кирове есть «Детский мир». Кроме того, несколько лет назад Владимир Евтушенков, директор РФК «Система», в которую входит «Детский мир», приезжая сюда, приехав сюда, обещал, просто был свидетелем о том, что буду давать возможность кировским производителям детской мебели, обуви, игрушки попадать в сеть «Детский мир». Будет способствовать. Да, способствовать. Хорошо, начнём мы тогда с Ольги. Ольга, есть продукция «Фабрики «Весна»» в магазине «Детский мир»? Да, мы работаем с компанией «Детский мир». И когда приезжал Евтушенков, то мы уже были в стадии переговоров для подписания контракта с «Детским миром». И естественно, что как бы не развивалась ситуация, у сетей всегда там два показателя для вхождения к ним на полки. То есть это самая низкая цена по рынку и оборачиваемость товара. И при необходимости всегда должен поставщик быть готов к ситуации дисконтирования. На сколько процентов? Ну, вы все видите рекламу. У них есть скидки 30%, 50% и 70%. Это в момент распродаж, да, я так понимаю, об этом речь идёт? А также основной у них ещё показатель – это маржа, которую они должны у себя всегда иметь при продаже любого товара. То есть задача производителя – обеспечить низкую цену по рынку и таким образом, чтобы они сохраняли свою маржу. То есть я так понимаю, что это просто условие для того, чтобы наработаться и не заработать? Это уже решает сам производитель, на что он готов пойти для того, чтобы обеспечить продажу своего товара. Вы зашли в детский мир, вы поставляете туда товар, он продаётся в детском мире. Вы для чего это сделали всё-таки? Это хорошая прибыльная сделка с детским миром или это имиджевая всё-таки больше история? Сказать, что мы зарабатываем колоссальные деньги на продажу детского мира, я, наверное, очень совру. Детский мир обеспечивает трафик. Если несколько лет назад мы работали через дилерскую сеть, обеспечивали поставки своего товара на российский рынок, то сейчас дистрибуционная сеть, любая она уже находится в таком упадочном состоянии и не способна распространять товар. Поэтому сейчас основной канал – это работа с розничными сетями, с интернет-магазинами, с маркетплейсами. Что такое маркетплейс? Ну, это интернет-площадки. Продажа через интернет выходит вперёд. А что с детской обувью? Мы обращаемся сейчас к Алексею Шапину, исполнительному директору компании «Лей». В отличие от игрушек, я могу сказать, что мы с детским миром не работаем. И попыток не было? Попытки были. Вот как раз после озвученного вами визита в Кировскую область мы ездили, мы встречались с группой закупа по детской обуви. После этого, после двух или трёх лет ещё раз одну встречу проводили, но мы не договорились. То есть, всё-таки вот те условия, о которых Ольга Верёна сейчас сказала, мы считаем для себя неприемлемыми. И у нас есть возможность дойти до нашего покупателя, минуя такую вот значительную сетку пока, как детский мир. Каким образом? Ну, в первую очередь, мы работаем с розничными сетями региональными, достаточно большими. Это первое направление. Второе направление – это конечные розничные магазины. Это один, два, три, может быть, магазины, которые есть у собственника. И третье направление – это вот мы зашли в этом году на самые популярные интернет-площадки, то есть в интернет-магазины. Это только нынче вы начали эту работу? Только с февраля месяца, да. Если первоначально мы рассматривали это как прямой контакт с потребителем, то есть, ну, чтобы просто понять настроение, над чем работать дальше, строить планы, то вот на сейчас я могу сказать, что реализация нашей продукции через интернет-магазины выходит на лидирующие позиции. А если взять соотношение через посредников, через розничную сеть свою, через интернет-магазины, соотношение продаж? Дилеры, собственно, это где-то 25%, процентов 15% пока это вот мы через интернет-магазины начали продавать, ну и все остальное это вот через более мелкие розничные магазины. Около 60%, но это по всей России. Это и по всей России, в том числе мы поставляем в 11 стран мира еще нашу продукцию. Вот и хорошая как раз сейчас подача пошла следующую третьему нашему гостю Алексею Шплицову, директора Центра поддержки экспорта Кировской области. Оказывается, наша продукция, детская продукция, я знаю, что весна тоже, тоже экспортируется за пределы нашей страны. И просто отреагировали, безусловно, вот сейчас на объявление, которое вывешено на сайте Центра, о том, что Центр приглашает принять участие в международной специализированной выставке детских товаров «Детство-2018» в городе Алматы, в Казахстане. Это будет в августе месяце, и вот прям даже Алексей зашел и сказал, Логи, вы участвуете. Хедлайнером, видимо, я не знаю как. Да, расскажите, пожалуйста, как у нас осуществляется взаимодействие с другими странами, вот наши детские товары, насколько там они ценятся, и как работают выставки? Ну, если мы говорим про детские товары, то сюда входит помимо игрушек, это одежда, обувь, также это, есть еще у нас компания МИКО, которая производит сейчас бытовую химию для детей. У них там линия есть специальная. У них есть линия, и поэтому, если мы говорим о продажах за пределы Евро-Азиатского экономического союза, то у нас продаются игрушки у весны, продаются кисти у художественных материалов и у компании Рублев, продаются обувь у Лель, и продается, и, наверное, на этом все. В пределах Евро-Азиатского экономического союза там, конечно, продаж побольше, порядка 10 компаний у нас поставляют продукцию в Казахстан, Киргизию, Беларусь. Вот, поэтому, в целом, продажи идут, не сказать, что они занимают там какой-то большой объем, в общем, объем экспорта Кировской области, но этот сегмент мы, в общем-то, постоянно учитываем, мы с ним работаем. Ну, и в том числе, мы уже третий раз финансируем выставку в Казахстане, выставка детства в Алматы, в которой в этом году планируют у нас принять участие 5 компаний, в том числе, как бы, Весна, в том числе, Лель. И, кроме этого, там еще будет компания Планета, там будет компания МИКО и, если, по-моему, еще компания ДИМ у нас, которая производит санки. В прошлом году мы в этой выставке участвовали, там была компания Планета, компания МИКО, компания ДИМ. Ну, компания ДИМ, компания Весна участвовали при поддержке Российского экспортного центра, это наш, скажем так, федеральный партнер. Да, мы уже его выводили в эфир на нашей программе после лесного форума. И до этого мы участвовали, по-моему, в 2015 году в этой выставке, там у нас было тоже представлено 5 предприятий на региональном стандии Кировской области. Как работает выставка по детским товарам? Вот вы собираетесь в Алматы, насколько эффективны эти поездки? Ну, здесь зависит все-таки от участников. Если компания готова к продажам на экспорт, готова продавать свои продукции в другие страны, то, соответственно, выставка работает. Ну, у нас, как правило, не всегда так получается, потому что есть компании, которые пробуют, они пробуют, они участвуют, они понимают, чего им не хватает, и, соответственно, там результатов не бывает. Если компания уже работает, то выставка, она в любом случае срабатывает, тем более Казахстан, это, ну, собственно говоря, рынок открыт. Таможенный союз, и поэтому... Таможенный союз, рынок открыт. В любом случае, производитель делает уже товары под Белоруссию и Казахстан. Интересно, вот эта конкретная выставка в Казахстане собирает какие страны? Только таможенного союза или нет? Нет, казахстанские выставки собирают очень большое достаточно представительство различных стран, потому что казахстанский рынок интересен тем, что, во-первых, страна достаточно богатая, она по уровню доходов населения не уступает России, по крайней мере, плюс своего производства у них немного. Соответственно, как правило, на казахстанских выставках всегда представлены производители из разных стран, в том числе азиатские страны, в том числе европейские страны, Китай представлен всегда, поэтому местных казахских производителей там бывает буквально процентов 10-15. Скажите нам, пожалуйста, Лиль, в какие страны продают свою обувь? В том числе, которые были перечислены. Ну и есть небольшие поставки, мы отправляли во Францию, в Канаду, в ближние зарубежья, где еще в Чехию отправляли. На что клюют? Какой маркетинговый ход используется, чтобы заключить? Скажем так, мы пришли к дизайну нашей продукции ближе к европейским аналогам. То есть у нас, может быть, нет вот такой пестроты и еще чего-то, но качество безупречное и плюс натуральный материал. То есть 100% натуральных материалов. Материалы, которые использует компания Лили в своей обуви, кто поставщики, откуда берете кожа и что там еще используется? Основных три материала в любой обуви. Сейчас в летние это кожподклад, кожа и подошву. Что касается кожи, то на 90% это отечественные кожзаводы. Это кожзавод в Рязани, в Ярославле, основные наши поставщики. По подошве наш замечательный партнер – это Кировский Искош с долей где-то в 75%. Еще берем, вот последние годы начали возвращать в производство подошву из Италии, из Турции. Лучшие аналоги, чтобы быть в тренде. Что касается кожподклада, те же самые кожзаводы. Что касается меха, это общемировая меха из Китая, потому что Австралия – это овцы, Китай – это переработка. И оттуда уже мех на весь мировой рынок обувь не идет. Что с игрушкой? По игрушкам другая ситуация. Более 50% используемые нами сырья – это сырье импортное. Полимеры – это в основном Европа. Ткани – это Китай. Есть небольшое количество, небольшой процент тканей, которые мы берем. Ивановские ткани, но они там составляют менее 1,5%. Собственно, все. То есть у нас в основном Европа, Китай. Из российских поставщиков работаем Казань, Урксинтез. А техника, которая у вас стоит на производстве, мы всегда интересуемся материальной базой и станками. В особенности, когда вы ввели санкции с машиностроительными заводами. Понятно, там история с лесным комплексом, потому что все практически импортное. У вас как часто обновляется парк технический? И что это за станки? Что касается нашего производства в этом году, почему владеют цифры точные. На 37 миллионов рублей мы уже купили оборудование, потому что буквально час назад итоги подводили, полугодие. К концу года еще придет оборудование на 40 с лишним миллионов рублей. Но все оборудование на 100% в обувной промышленности импортное. Лучшие аналоги это Италия, Германия, ну и есть несколько единиц еще китайского оборудования. Ну не первоочередного, скажем так. Ну и как правильно Олег отметил, ну скажем так, лет 15 назад, наверное, рынок оборудования, произведенного в России, умер. То есть сейчас, на данный момент, не производится оборудование на территории России для обувной промышленности. Несмотря на все призывы к импортозамещению, несмотря на все призывы к машиностроительным предприятиям производить такие станки, сделать это после разрушения отрасли вот так вот просто не получится. Знаете, ситуация такая, мы очень красиво говорим о проблеме, еще более красиво говорим, что надо сделать, чтобы ее решить, и потом все. Мне кажется, здесь есть одна проблема, то есть есть отрасли высокомаржинальные, деревообработка, например, и там выгодно производить станки. Легкая промышленность у нас все-таки, если речь идет об обувной, это очень низкорентабельный бизнес такой. Ну и швейные тоже. Да, швейные, швейные, что-то уже все умерло. Самая низкая зарплата и так далее, и поэтому производить оборудование для этой категории, наверное, в России еще будет не скоро. Ну и это, да, основная проблема, почему и рынок комплектующих в России практически отсутствует. То есть все вот блочки, вот вся эта мелочевка красивая, в России практически никто не делает. В Питере есть там один производитель и все. Все остальное это Турция, Китай и так далее. Там, выходя на рынок, вот в Китае, приходя на обувной рынок с материалами, ты заходишь с деньгами, выходишь с готовой парой. Ты можешь купить там все. У нас такого нет. И тут вот подержу, что рынок не только низкоориентабельный, но еще и рискованный. Почему и за последние, там, те же 15 лет ни одной обувной фабрики на территории России нового производства не открылось? Станки для производства игрушки тоже все? Такая же ситуация. Европейского производства, китайского производства. Сейчас у нас размещаем заказ на изготовление оснастки в Китае. То есть это пресс-формы необходимые для выпуска нового продукта. Ну, то есть ничего нового я вам сказать в данном случае не могу. Не знаю, как поставить здесь какой диагноз, хорошо это или плохо. Может быть, вот мировое разделение труда, одни делают станки, другие что-то производят. Но все время, вот на протяжении последних, там, уже многих-многих лет, когда мы об этом говорим, все равно какое-то чувство такое щемящее, печальное возникает. Прервим сейчас на полторы минуты. И, кстати говоря, за это время будем подключать наш ВУЗ, который взаимодействует как минимум с фабрикой Весна. Может быть, с компанией Лель? Нет. С фабрикой Весна, потому что мы поговорим о дизайне. Добрый день. Мы продолжаем программу «Все лучшее детям». И у нас в гостях сегодня… У нас программа «Разворот на бизнес». Тема программы «Все лучшее детям». Мы говорим о детской индустрии Кирова. Да, Ольга Доротюк, генеральный директор фабрики Весна. Алексей Шапин, исполнительный директор компании Лель. И в студии у нас Алексей Шаплицов, директор Центра поддержки экспорта Кировской области. А сейчас на связи мы связались с Ильей Ленгасовым, руководителем Центра компетенции промышленного бизнеса и инжиниринга от ГУ. Добрый день. Алло, добрый день. Добрый день, Илья. И первый вопрос и главный вопрос. Мы обсуждаем сегодня, как чувствуют себя наши производители детских товаров, о том, как выстроено взаимодействие нашего опорного вуза, университета по этому направлению деятельности и, в частности, с компанией Весна. По взаимодействию я, наверное, бы разделил это на два направления, потому что есть взаимодействие на уровне студентов, практики, экскурсии. Это с фабрикой Весна уже давно и очень успешно происходит. Я тут, наверное, не самый лучший комментатор. Нет, с точки зрения как раз научно-технической. Вот, да, в рамках научно-технического направления с фабрикой Весна мы работаем уже давно, наверное, года три, может быть, даже больше, где-то так. Выполнили уже не один заказ, не один договор исполнили. А взаимодействие выглядит следующим образом. Фабрика занимается новой продукцией, новых видов кукол, игрушек различных. Мы помогаем, наверное, в более цифровом направлении. То есть те художественные решения, которые на фабрике разрабатываются, необходимо потом каким-то образом воплотить в металле, в оснастке, в необходимом оборудовании для производства. В пресс-формах и так далее. Промежуточное значение между этого. Мы готовим файлы, готовим чертежи, готовим модели, иногда делаем прототипы будущих изделий. На 3D-принтере, я так понимаю, да, прототипы делаются? Да, на 3D-принтере. Там есть разные технологии, но да, 3D-принтер. Илья, скажите, пожалуйста, в вашем центре компетенции работают какие специалисты? Это студенты, это аспиранты, это преподаватели? Ну, то есть кто вот этим занимается? Просто интересно, кто вовлечен? Ну, если говорить именно как работают, то это бывшие выпускники зачастую. Редко там аспиранты, потому что у них есть научная там часть, серьезная, которая занимает большое количество времени. А студенты у нас больше все-таки со стороны практики. К более-менее там ответственным делам мы студентов пока еще не допускаем. Понятно, спасибо. Спасибо, Илья Ленгасов, руководитель Центра компетенции промышленный и бизнес-инженеринг ВИАДГУ. И вот мы как раз к кадрам подобрались. Про студентов заговорили, и сразу понятно, что нужно поговорить про кадры. И, честно говоря, кадры еще, по-моему, ни одной отрасли не было, чтобы сюда приходили руководители предприятий любой отрасли, и не говорили, что кадры это проблема. Я не помню. Ты помнишь такое, Олег? На самом деле студенты вуза и кадры для промышленности, наверное, это такие вещи. Чего это? Почему это? А мы сейчас выясним. Какие кадры, да, нужны? Мы сейчас выясним, да. Пожалуйста, Ольга Юрьевна, кто у вас на производстве, вот средний возраст ваших сотрудников, и какое образование требуется? Если говорить о рабочих специальностях, то особого образования не требуется. Нет средних учебных заведений, где это мы обучали. Все обучение, сотрудники, которые к нам приходят, они проходят на производстве. Специалисты инженерно-технические нет в вузах образовательных программ, которые были бы направлены именно на обучение в развитии игрушек. Поэтому сейчас вот в рамках развития и в рамках стратегии развития индустрии детских товаров разрабатывается ряд программ обучения, определенные краткосрочные курсы, где будет проводиться обучение маркетологов именно в индустрии детских товаров, разработчиков и дизайнеров. Поэтому вот на сегодняшний день пока мы берем своих специалистов, которые у нас есть, и готовим их для того, чтобы они могли обучиться как раз определенным аспектам деятельности на рынке детских товаров уже за средства предприятия и уже в рамках индустрии детских товаров. Ну вы сами это делаете на предприятии или вы посылаете их куда-то обучаться? Отправляем обучаться. А куда? В Москву. В Москву. А интересно, международный опыт обмена образовательный есть такой? Международный. В Китай поехать поучиться, чтобы они пустили на свое предприятие посмотреть. Международный опыт мы получаем, когда посещаем международные выставки, когда ездим на предприятия, допустим, с целью заказать оснастку, заказать товары, заказать комплектующие. Тогда наши сотрудники ездят, видят, как это производится на других предприятиях, перенимают опыт и при возможности внедряем у себя. Сколько всего сотрудников на предприятии? Около 500 человек. Это только весна, это без учета Радуги, в том числе и Слободской филиал? Да, в том числе, да. И средний возраст? Порядка 45-50 лет. От молодежи. Это молодежь? Нет, а молодежь идет спешно. А молодежь не идет. А что препятствует привлечению молодежи? Или у вас такая, может быть, политика, или их что-то смущает? Молодежь в основном у нас трудится на инженерно-технических специальностях. Если говорить про производственный персонал, то работа в основном для людей, которые обладают определенной долей усидчивости, и работа достаточно монотонная. Усидчивость вырабатывается с возрастом, это мы понимаем. Что у нас с фабрикой Лель? Все то же самое, спрошу у вас. Сейчас фабрика Лель. Начну тогда с цифр. Средний возраст у нас по предприятию 36 лет. На данный момент 886 человек сотрудников. Что касается кадров инженерно-инженерные специалисты, ну и, так скажем, ИТР по советской номенклатуре, у нас есть. И старые кадры, которые еще с советских времен вышли, подключая молодежь, в том числе и выпускников кировских учебных заведений, для нашей специальности техникум кировский выпускают швей. Вы прямо заказываете? Мы прямо заказываем эти, да, да, да. Мест, бюджетных, небюджетных? Бюджетных мест набирают, в том числе, исходя из наших потребностей. Они проходят у нас практику, остаются, не все, правда, но остаются на конвейере люди. Что касается обучения за границей, ну идет посещение выставок, в первую очередь в Италии, в том числе и на фабрике. Это все-таки законодатели мод в обувной промышленности посещали фабрики в Китае, в других странах. Ну и, естественно, идет внутри российская кооперация, то есть не так много обувных фабрик. Со всеми мы знакомы, друг к другу ездим, делимся впечатлениями, какими-то новыми новостями и так далее. Ну и здесь еще вот есть одна такая проблема, которую мы тоже поднимаем достаточно часто. Это все-таки достаточно большой рынок рабочей силы, которую мы не видим. То есть зарплаты в конвертах и так далее. Мы все люди еще, у которых присутствующие о пенсии, вроде бы, рано думать. Но на моей памяти уже третья или четвертая пенсионная реформа. И как человека посадить на более низкую заработную плату к себе на производство, потому что налоговая нагрузка на заработную плату у нас достаточно большая. Очень большая. 40 с лишним процентов. Страховые износы, подоходные и так далее. Конечно, ему проще идти куда-то на сторону, получать деньги в конверте больше. А все вот эти лозунги, думайте о зарплате и так далее, в свете, правильно, как я сказал, последних событий, ну, это достаточно тяжело. Поэтому я считаю, это более большая проблема. А вот, кстати говоря, раз уж вы заговорили о пенсионной реформе, продление возраста сотрудников, работы для нас, для всех, на 5 и 8 лет для женщин, которые сейчас грозят. Вот люди этого возраста, что там получается, 60 лет там, да, они у вас на предприятиях могут найти себе место или все-таки производство такое, что уже в этом возрасте, там, не знаю, моторика ведь нужна, там, да, мелкое зрение и так далее, уже сложно работать на таких производствах. Вот на данный момент, да, отвечу на вопрос. У нас, допустим, женщина 55 лет, мужчина 60 по сегодняшним срокам выхода на пенсию. Но самые квалифицированные работники у нас сейчас, это как раз те, кому за 50. И они остаются? Они остаются, да, да. Мы несколько лет назад, года 3-4 назад, ну, предвидя, что ситуация все равно будет так вот развиваться, сказали, мы никого не выгоняем, если у вас есть здоровье и есть желание, то, женщины, вы 3-4 года, 5 лет хотите, работаете, мы вас оставляем. Хотя, хотят, действительно, остаются. Я вот даже хожу, поздравляю с юбилеями, и сейчас говорю женщин, в частности, что минимум 3 юбилея на фабрике «Лель» вы встречаете, 50, 55 и 60. Ну, а после этого вы уже можете думать, идти или нет, на работу. То есть мы за эти кадры держимся. Первый час заканчивается, но я хотела бы тоже, Ольге, спросить, вы за такие кадры держитесь или все-таки молодежь больше ожидается? Ну, такая же ситуация, как и говорит Алексей Викторович, потому что основные кадры на производстве – это уже за, как я уже говорила, 45. То есть место есть этим людям, и новым пенсионерам с продленным сроком тоже найдется? Конечно, требуется с возрастом, особенно когда в основном в личное производство, например, у художников требуется и зрение, становится определенная проблема. А тем более, если мы продлеваем пенсионный возраст, то проблема эта будет усугубляться. Только нарастает. Так, первый час разворота на бизнес завершен. Мы благодарим наших гостей Алексея Шапина, исполнительного директора компании «Лель», Ольгу Дороцюк, генерального директора фабрики «Весна» и Алексея Шаплицова, директора Центра поддержки экспорта Кировской области. С этими гостями мы прощаемся и в новом часе ждем новых гостей. Спасибо. 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 Спасибо.